Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем продолжать изучение трудных мест священного Писания. И сегодня мы рассмотрим интересный вопрос, всегда ли Христос был со своими учениками, или, может быть, в какой-то момент он их покинул. И есть два текста, которые внешне как бы противоречат один другому. Это Евангелие от Матфея 26.11 и Евангелие от Матфея 28 глава 19-20 стих. Прочитаем сначала 26.11. Христос говорит, ибо нищих всегда имейте собою, а меня не всегда имейте. И подобный текст есть, пока жених с друзьями своими на брачной трапезе, они могут не поститься, а когда жених будет взят, тогда будут поститься. И в то же время в 28 главе 19-20 стих Христос говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Так покинул нас Христос или нет? Во-первых, Христос пребывает среди нас своим словом. Мы читаем Евангелие от Матфея, 18-20, где находим такие слова. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». И даже вот эта передача, это наша встреча через экзегет. Мы рассуждаем о Слове Божьем и, конечно же, Господь посреди нас. Послание Иоанна, первое послание, 4-3, мы находим такие слова. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Эти слова можно понять не только с исторической точки зрения, но и с сакральной точки зрения. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, тут написано «пришедшего воплоти», а мы осмыслим это евхаристически, «воплощающегося в теле и крови дух Антихриста». Таким образом, Христос не покидает нас своим словом, он не покидает нас своим присутствием в теле и крови, которыми мы причащаемся его жизни. И первое послание к Олимпинам, 11 глава, 25-27 стих, прямо говорится о том, что назначение причастия, в том числе, обеспечивать присутствие Христа в святых дарах до момента его пришествия, когда он сам явится и весь мир узрит его. Апостол Павел здесь пишет «Так же и чашу после вечеря и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сия творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». То есть до его пришествия, так мы распознаем его присутствие в евхаристических дарах, что он не покинул нас, что он с нами во все дни до скончания века, а потом он явится сам. И Павел продолжает «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Вот из этих последних слов мы видим, что речь идет о реальном присутствии Христа. Если бы речь шла бы только о воспоминании, а почему, если человек что-то не вспомнил, ну, что-то забыл, почему он должен болеть и даже умирать? В каких случаях люди неправильно выстраивали отношения с Богом и за это болели и умирали? Когда было реальное присутствие Бога, например, в ковчеге Завета, и когда муж дерзкой рукою, муж по имени Оза, коснулся ковчега, он мертвым упал на землю. А если бы речь шла бы здесь только о воспоминании, да, мы вспоминаем Христа на Евхаристии, но мы и переживаем общение с Ним в реальном присутствии Его в святых дарах. А если речь касается Его самого, действительно здесь отсутствие страха Божия, благоговения, веры может повлечь серьезное наказание. Друзья, берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. Спасибо всех, Христос! Продолжение следует...